Сделано водоснабжение и водоотведение, заменены витражи и окна. Завершаются работы по капитальному ремонту кровли. Сейчас устанавливаются на радиаторы, переносится тепловой узел, чтобы запустить отопление. Но если сегодня сделают тепловой узел полностью, то завтра должны запустить. У них вчера было заседание рабочей группы, и там решили, что в пятницу должны запустить отопление. Параллельно этим работам ведется утепление чердака и замена электрики в здании. Контролирует качество и сроки выполнения работ муниципальная дирекция инновационных и инвестиционных проектов. Согласно проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания школы, необходимо более 90 миллионов рублей. Работа началась в 2017 году, потрачено 3 миллиона на работы по водоснабжению и водоотведению. В 2018 на сегодняшний день уже около 24 миллионов рублей потрачено. До конца этого года планируется также выполнить часть по общестроительным работам и вентиляции здания. Контракт на эти работы заключен 15 ноября. В случае выделения денежных средств в 2019 году из областного бюджета в размере около 80 миллионов рублей, в которые входят такие виды работ, как внутренняя отделка полностью нужна, наружный ремонт фасада, полностью благоустройство территории и закупка оборудования для школы. Если выделятся деньги, в 2019 году мы сможем ее сдать. По словам директора дирекции инновационных и инвестиционных проектов, в отношении недобросовестных подрядчиков за нарушение сроков и качества работ в рамках контракта составляются претензии с указанием штрафов и пени. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.